Награда образующего новостей В Саянском храме почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Начались школьные олимпиады. В Центральной библиотеке Саянска прошли литературные чтения памяти Александра Кашицына. Продолжается благоустройство школьных стадионов. Одно из основных направлений политики руководства акционерного общества «Саянский пласт» – модернизация и реконструкция производства. В октябре был запущен в эксплуатацию узел получения кальцинированной соды. Продолжается мероприятие по реализации проекта внедрения новой линии сушки ПВХ. Одно из основных направлений политики руководства акционерного общества «Саянский пласт» – модернизация и реконструкция производства. Мероприятие по повышению технического уровня действующих производств и улучшению технико-экономических показателей их работы продолжаются постоянно. Так, в октябре был запущен в эксплуатацию узел по получению кальцинированной соды. Совсем недавно мы запустили установку кальцинированной соды, которая, во-первых, позволяет утилизировать дымовые газы, значит, природоохранные вещи поднимаются на другой уровень. А, во-вторых, наладить собственное производство кальцинированной соды, объем закупа, который у нас достаточно большой, порядка 10 тысяч тонн, ну, около 10, так скажем, тысяч тонн на стороне. Дальше будем эту тему тоже совершенствовать, чтобы не только закрыть свои потребности в кальцинированной соде, но и сделать ее товарным. В реализации проекта узла по получению кальцинированной соды принимали участие многие подразделения предприятия. По узлу кальцинированной соды наши специалисты были в составе монтажника, то есть выполняли руками. Вот ведущий инженер Логинов там занимался, то есть они просто руками монтировали все это дело, занимались пусконаладкой под руководством Синетика. Ну, программную часть, проектную часть выполнял зал Синетик Новосибирск. Они по Синенцу курируют нас в основном. Вот наши люди вплотную с первого и последнего дня монтажей шкафы устанавливали там. В сентябре прошлого года стартовал совместный с немецкой компанией Андритс проект строительства еще одной новой линии сушки ПВХ. Проектом предусматривается замена одной из трех действующих линий сушки на линию сушки по новой технологии. Проект имеет высокую экономическую эффективность. В конце прошлого месяца последние единицы оборудования на новую линию сушки прибыли к нам на склад. Они уже практически растаможены. Проектные дела велись в течение уже практически с февраля текущего года. Ну, а будущий год – это пуск этой новой экономичной, опять-таки я подчеркиваю эти вопросы с точки зрения затрат энергетики и сырья, установки, которые позволят нам и качество продукции повысить, и снизить ее энергоемкость. Акционерное общество «Саянс Химпласт» – современная, динамично развивающаяся компания, лидер химического комплекса России. Продукцию комбината по достоинству оценивают его партнеры. «Саянская смола» неоднократно отмечалась дипломами и медалями на российских и международных выставках. И это результат той масштабной и непрерывной работы по конструкции и модернизации производственного процесса, которая продолжается на Саянском градообразующем предприятии. Светло, комфортно, современно. На стадионе гимназии имени Виктора Надькина установлено новое освещение, а также появились комплексы для занятий спортом. Светло, комфортно, современно. Стадион Саянской гимназии сиял яркими красками. На территории установлено новое освещение. Восемь опор уличного освещения и 44 прожектора установлены организацией УСОЛИ «Энерготранзит». Также в этом месяце шесть опор уличного освещения и шесть светильников появятся вокруг корта для игры в мини-футбол. Вечером, когда включали, очень выглядит красиво. И подходили жители. И вот можете видеть, у нас занимаются здесь норвежской ходьбой. То есть довольны бабушки, ветераны. Учителя физкультуры очень довольны. Уже видят перспективу, то есть где-то какие-то соревнования. Не летом собираться, например, когда тепло, вечером. Ну, действительно, красиво, уютно, современно. Также на территории установлена спортивная полоса препятствий и современный воркаут. Стадион преображается. Впереди новые проекты и задумки. «Хотелось бы увидеть современное покрытие на площадках, на волейбольных, на баскетбольных. То есть, действительно, вот асфальтовое, которое есть, уже, ну, желаю, так сказать, лучшего, чтобы детям было безопасно, самое главное, играть и комфортно. Хотелось бы обновить, вот если видите, щиты, покрытие беговой дорожки, то есть, ну, и ограждение стадиона. Если вот так коснуться, в принципе, по каждому моменту можно улучшать. Это, я думаю, улучшать можно, никогда не останавливаться. Столь актуальные проекты по оснащению школьных стадионов дарят людям радость, позволяют без ограничений заниматься спортом и привносят в облик города новые краски». Сотрудники ГИБДД, студенты техникума, активисты партии «Единая Россия» и священнослужители приняли участие в Дне памяти погибших в дорожно-транспортных происшествиях. «Да будет воля твоя, я по небесине земли, хлеб наш насыщенный дашь нам есть, и остави нам долги наши, а я тоже и мы оставляем должником наши». Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных авариях заключается в том, чтобы вспомнить всех погибших и выразить соболезнования членам их семей, а также напомнить общественности о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения, о хрупкости человеческой жизни. «Мы сегодня молились о всех, кто трагически погиб в этих автокатастрофах. И, конечно же, мы поминали и наших близких, сродников, но еще мы поминали тех людей, о душах которых и некому, в общем-то, и помолиться, кроме христиан, которые особо переживают, особо сочувствуют и подают руку помощи, молитвенной помощи такой душе». Статистика свидетельствует о том, что ежегодно только в России в дорожно-транспортных происшествиях погибает несколько тысяч человек. В этот день не только вспоминают о невинных жертвах аварий, но и ищут способы предотвращения новых трагедий. «Ежегодно на дорогах нашей страны гибнут тысячи людей в результате дорожно-транспортных происшествий. Самое страшное, что гибнут и наши дети. 18 ноября ежегодно отмечается День памяти жертв ДТП. Поэтому сегодня в городе Саянске впервые мы решили с привлечением православной церкви, с привлечением общественности провести подобное мероприятие, чтобы привлечь внимание общественности на соблюдение правил дорожного движения». Одним из атрибутов этой акции является традиция включать звук милицейской сирены и запускать в небо белые шары, символизирующие души погибших. С каждым годом к данной акции присоединяются все большее количество участников и организаций, которые проводят различные мероприятия в рамках программы этого печального дня. «Наше отделение «Молодая гвардия» принимает участие в первый раз в такой акции. Очень надеемся, что данные акции будут традиционными. Нас будут приглашать каждый год. Мы со своей стороны тоже обещаем, что будем стараться приглашать как можно больше молодежи, принять участие. Ведь данные акции – это память». День памяти жертв дорожно-транспортных аварий дает возможность обратить внимание на масштабы страданий и потерь, сопряженных с дорожно-транспортными происшествиями. В этот день, по данным сотрудников ГИБДД по всей России, прошли памятные мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, которые поддержали представители общественных организаций, СМИ, а также студенты и школьники. В Саянске проходит муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Продлится он до 12 декабря. Ребята состязаются в знаниях по 20 предметам. Умные, эрудированные, нацелены на успех. С 13 ноября саянские ребята показывают свои знания по 20 дисциплинам в рамках муниципального этапа Всероссийской Школьной Олимпиады. 19 ноября очередным испытанием для умников и умниц стала Олимпиада по истории. Я не первый год участвую в Олимпиадах, поэтому я всегда уверен в своих силах. Однако я волнуюсь, как всегда. Мне это нужно просто для развития своего кругозора. Я не делаю это ради каких-то баллов для поступления. Просто это интересно. В Олимпиаде принимают участие ребята, которые, согласно рейтингу, показали наивысший объем знаний на муниципальном уровне. Ребята, мотивированные, одаренные и успешные в этом предмете, как можно больше поучаствовали в таком важном мероприятии, поскольку я уже проговорила на линейке, что это достаточно хорошая стартовая площадка для того, чтобы заявить о себе и поступить в то учебное заведение, в которое они планируют. Ну, в целом, процедура на сегодня приближена к процедуре проведения государственной итоговой аттестации, к порядку проведения. Предметные Олимпиады будут проходить в течение месяца, завершаться испытания 12 декабря. В этом году мы проводили все-таки муниципальный этап по астрономии. Прошлый год у нас не было участников. Астрономия только введена, возвращена в учебный план. Поэтому мы определили двух призеров. Один ученик у нас четвертой школы даже выполнял задание, он восьмиклассник, выполнял задание за девятый класс. Саинские школьники являются постоянными призерами регионального этапа Олимпиады. Ожидается, что и в этом году ребята покажут высокие результаты. В ноябре исполнилось 4 года, как в Саянске начал работать многофункциональный центр «Мои документы». Буквально каждый месяц здесь появляется новый вид услуг. Развитие системы многофункциональных центров «Мои документы» можно считать одной из самых удачных реформ в системе взаимодействия государственных и муниципальных органов с населением. Сама идея предоставления услуг саянцам в режиме одного окна быстро показала свою востребованность и удобство. Ежедневно центр в городе Саянске посещает более 100 человек. На одного специалиста в зале приходится 23 заявителя в день. Это среднее количество. Все сделано для того, чтобы нашим гражданам было удобно. Если вы ожидаете больше 15 минут в очереди, мы вновь же предлагаем вам запись по предварительной записи, а также, дождавшись своей очереди, вы получите квалифицированную консультацию, либо окажут вам услугу в приеме документов. Многие востребованные услуги оказываются в электронном виде. Не выходя из дома, можно узнать о задолженности и штрафах, заказать архивные справки о трудовом стаже, государственных наградах, заработной плате. О готовности документов саянцам сообщают с помощью СМС-уведомлений. Одними из популярных услуг наших жителей – это услуги Росреестра, купля-продажа, регистрация объектов недвижимости, постановка на кадастровый учет. В последние три месяца значительный рост – это выдача паспортов граждан Российской Федерации, регистрация по месту пребывания и выписка. Также выдача водительских удостоверений. Все государственные и муниципальные услуги, оказываемые многофункциональным центром, являются бесплатными, а за консультации и услуги оплата, кроме установленных законом госпошлин, не взимается. Всероссийский образовательный проект «Дороги Победы» представляет возможность юному поколению лучше узнать историю страны и ее культурное наследие. На этот раз саянские школьники посетили Беларусь. 33 школьника из разных школ Саянска приняли участие в военном патриотической экспедиции «Дороги Победы» от Иркутска до Москвы и до Бреста. Агитпоезд был сформирован для пяти сотен детей и педагогов из 28 территорий Прибайкалья при поддержке правительства Иркутской области, главного штаба юнормии, РДШ, родительских комитетов. Цель поездки – осмотр достопримечательных мест, памятников истории. Для этой экспедиции каждый участник от руки написал письмо благодарно своему сверстнику в те далекие военные годы. Маленькому герою за большой подвиг и нарисовал рисунок «Дети на войне и в тылу». Детские работы были предоставлены в подарок музеям Великой Отечественной войны в Москве и в Минске и Бресте. Школьников ждала длительная поездка в поезде, где детям не давали скучать организаторы. Нам очень запомнилась поездка в поезде. Мы ехали до Москвы три дня, мы убирали президента в поезде, мы пели, проводили всякие конкурсы. Поездка была очень насыщенной. В Москве школьники побывали в музее славы Великой Отечественной войны. На стене славы дети нашли имя нашего земляка Дмитрия Михайловича Перова, чье имя города носит школа номер 4. В Белоруссии они посетили Центральный музей Великой Отечественной войны в городе Герои Минске, мемориальный комплекс «Хатынь», Беловежскую пущу, музей природы, памятники культуры ЮНЕСКО «Мирский» и Несвижские замки, мемориал «Брестская крепость». К монументу мужества саянские школьники возложили свечи и цветы. Почтили минутой молчания память погибших за свободу и независимость нашей Родины. Учащиеся саянской второй школы стали лучшими на областной олимпиаде по байкаловедению. Ребята регулярно занимают призовые места на конкурсах различного уровня и уже работают над новыми проектами. Байкалы – жемчужина планеты. Под таким названием в Листвянке состоялся второй тур олимпиады по байкаловедению, в котором приняли участие учащиеся саянской второй школы. Олимпиада проводилась в два этапа, в дистанционном участвовали порядка 300 ребят из 65 школ, 24 муниципальных образований региона. Во втором очном конкурсе саянские ученицы показали высокий уровень знаний, а Екатерина Комарова завоевала второе место. «Я люблю на самом деле природу, животных, людей тоже. Мне нравится, мне очень интересно, все это захватывает, когда смотришь, как в младших классах, когда ты только начинаешь познавать все то, что происходит, так и сейчас. Довольно интересно то, что мы не знали, но сейчас познаем и просто открывается мир». «Выпускается еще один учебник по байкаловедению, мы хотим его тоже, чтобы для города он был куплен, и чтобы в каждой школе все-таки велись предметы нашего регионального уровня, то есть это вот и живая природа Иркутской области, это байкаловедение, потому что у нас уникальный край, и, конечно, хочется, чтобы ребята знали свою природу». Также ребята подготовили и достойно представили проект «Новый листвянки», направлен который на сохранение биоразнообразия священного озера. Эта разработка признана лучшей. «Мы представили достаточно хороший проект, который бы защитил природу Байкала, то есть мы бы сделали домики более сообразные с природой Байкала, то есть горами и лесами, находящиеся рядом, и более удобные дороги, которые одновременно были бы широкие и удобные для проезда, и при этом не портили бы экологию, то есть подвесные дороги». «Мне понравилось, что я смогла пообщаться с людьми, которые были также заинтересованы в защите Байкала, как и я. Были интересные задания в Олимпиаде, и несмотря на то, что мы все сдружились во время общения и создания проекта, борьба за победу в Олимпиаде все равно была жесткой». Стоит отметить, что ребята под руководством педагога Светланы Михряковой неоднократно становились лауреатами престижных конкурсов, а их исследовательские проекты удостаивались высших похвал. Познавать этот мир, открывать новое интересное, внедрять свои разработки для сохранения богатого сибирского края – это непростая задача, отмечают юные биологи, но нужная и необходимая. В Центрально-городской библиотеке состоялись литературные чтения памяти саянского поэта, издателя, наставника Александра Кашицына. Стихи замечательного поэта читали школьники и студенты. В Центрально-городской библиотеке состоялись литературные чтения, посвященные 70-летию Александра Кашицына, поэта-редактора-наставника, оставившего заметный след в культурной жизни Саянска. «Нам очень повезло, что он жил и работал в нашем городе. И вот чем дальше идет, тем мы больше понимаем, сколько много он сделал для нашего города, как поэт, как прозаик, как редактор и, самое главное, как издатель, потому что все литературные, юбилейные сборники, школьные сборники изданы под его началом». 23 участника литературных чтений прочли в этот вечер строки любимого поэта. Его стихи проникновенные искренние, заставляющие размышлять о своем месте в этой жизни, о возможности счастья, о любви. «Ты мне воскликнул, лови, и улетаешь, словно птица, но до погибели любви уже не в силу дошутиться. Душа не ведает сама, что я грядущая пророчта. Она опять сошла с ума, но никуда идти не хочет». Удивительное чувство царило в зале. Молодые люди читали стихи настоящего большого поэта, а ведь этот человек жил рядом с ними в одном городе. «Мы незнакомы с вами тоже, как этот город незнаком. На одинаковых прохожих похож публично и тайком. У меня теперь перпендикулярен. Свои нечувства и вины он столько душ объединяет, что все они разобщены». Перед молодежью выступил известный поэт Игорь Абрускин, который хорошо знал Александра Кашицына, долгие годы дружил с ним. «Любой читатель, если он читает что-то настоящее, настоящую литературу, это есть сотворчество, сотрудничество с автором, поэтому душа Александра трудилась, она побудила трудиться вашей души. Это здорово, это, наверное, то, к чему и призвано поездить». Первое место жюри конкурса присудило студентам Саянского медицинского колледжа за композицию из стихов Александра Кашицына. «И все же, так или иначе, чтоб не случилось, все равно, благословляю тех, с кем начал и с кем уже не суждено. Припоминается внезапно, что как бы это не смешно, ни завтра и ни послезавтра и никогда не суждено». Второе место за прочтение перевода слова полку Игореве присуждено ученикам школы номер 4. Третье заняла ученица школы номер 7 Вероника Попова. Победители саянских литературных чтений отмечены грамотами и призами. Все исполнители стихов получили благодарности за участие. В школе номер 5 города сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и прокуратуры Саянска провели для первоклассников урок, посвященный Всероссийскому дню правовой помощи детям. Регулярно сотрудники надзорных органов рассказывают подросткам о том, как не попасть в ситуацию, связанную с нарушением закона. Занятия со школьниками позволяют не только дополнительно разъяснять им нормы права, но и убедить в неотвратимости наказания за совершенные проступки. Сегодня в школе номер 5 сотрудники прокуратуры и уголовно-исполнительной инспекции провели для первоклассников мероприятие, посвященное Всероссийскому дню правовой помощи детям. Мы также пришли в школу города Саянска, где провели в игровой форме такое мероприятие, такое занятие с первоклассниками. Но поскольку это ребятишки, они маленькие еще, конечно, проходило занятие в игровой форме. Мы и пели песни, и смотрели мультики, и загадывали загадки, читали стихи. Ребята были очень активны, им все очень понравилось. На этом мероприятии мы рассказали детям об их правах и обязанностях. Между прочим, дети уже многое сами знают. Во время открытого урока малышам объяснили, как себя вести и к кому следует обращаться, если нарушили их право. Первоклассники с большим интересом участвовали в обсуждении актуальных вопросов, касающихся их прав, приводили примеры жизни и активно участвовали в игре «Правовая разминка» и викторине о правах детей. Сегодня к нам приходили полицейские и говорили нам, неважно, кто ты на свете, кто у тебя мама, кто папа. Нам они рассказали, что ты можешь иметь право на таблетки, когда заболеешь, что ты имеешь право на образование, на работу, что ты имеешь право на маму с папой. И ты еще имеешь право путешествовать, всегда ходить, гулять и всегда дружить с друзьями и никогда не ссориться. На встрече с подрастающим поколением особое внимание уделили не только правам и обязанностей детей, но и правам поведения в учебных заведениях, в общественных местах и на проезжей части, за несоблюдение которых ребята также могут нести ответственность. А после урока всем мальчишкам и девчонкам вручили почетные грамоты. В музее истории города открылась добрая солнечная выставка детских рисунков «Пусть всегда будет мама». Мама для каждого из нас – самый близкий и родной человек. Она дала нам жизнь и делает все для того, чтобы мы были счастливы. И первый наш подарок, который мы дарим маме – это рисунок. В музее истории города в рамках мероприятий, посвященных Дню Матери, прошел конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет мама». В нем приняли участие воспитанники дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования города Саянска. Надо отметить, что большой интерес у детей и взрослых к данной выставке, поэтому мы конкурс продолжаем и в следующем году, и будем проводить мероприятие, посвященное Дню Матери на фоне выставки, которая будет работать по 5 декабря. На конкурс были представлены работы, которые отражают тему семьи и материнства. Всего на конкурс поступило 252 рисунка. Оценивала работу участников компетентные жюри, в состав которого входили специалисты Музея истории города Саянска, педагоги по изобразительной деятельности школ Саянска. В итоге получилось 83 призера, которые награждены дипломами трех степеней в разных возрастных категориях. Мы с коллегой, монтируя работу, удивлялись, насколько интересно передают образ женский, материнский, насколько дети любят своих мам и пытаются эту любовь выразить в рисунке. Невозможно смотреть на работы детей без улыбки. Они дарят только положительные эмоции, несут в себе безусловную любовь. В 6-й Саянской школе продолжается благоустройство стадиона, который будет соответствовать всем требованиям современности. На днях здесь появился воркаут, который уже облюбовали люди всех возрастов. Учиться, играть, заниматься спортом, развиваться на современном и технически оснащенном стадионе. Долгое время 6-я Саянская школа не имела нормальной спортивной площадки, а в прошлом году коэктивно учебное учреждение был разработан проект по становлению современного комплекса. Идея проекта заключалась в том, что на очень ограниченном пространстве, потому что площадь нашего стадиона нестандартная, она практически в три раза меньше, чем должна быть у школьного стадиона, поэтому нам надо было с максимальной пользой использовать практически каждый сантиметр. Проект был одобрен. В результате мы попали в программу «Народные инициативы», и по результатам этой программы летом 2018 года у нас были установлены тренажеры, у нас была оборудована стритбольная площадка, обновлена волейбольная площадка и установлены новые футбольные ворота, и что нас очень радует, была установлена полоса препятствий. По программе благоустройства городской среды на территории установлен современный воркаут-комплекс, который необходим в том числе для подготовки школьников к сдаче норм ГТО. Достаточно большое количество детей по вечерам здесь находилось. Рано утром здесь занимаются взрослые, то есть жители микрорайона. Ну и, конечно же, уроки физической культуры теперь проходят более плодотворно. В планах оборудования прямой беговой дорожки также необходима установка современного освещения и укладка покрытия на площадке воркаута. Хотелось бы и реализовать проект по становлению современного футбольного поля. В школе, как, впрочем, во всем городе немало молодежи, увлекающиеся этим видом спорта. Фабрика «Айхау» является крупнейшим производителем унтов в Восточной Сибири. Здесь делают ставки на высокое качество продукции. Тщательно отбирается камус, используется дорогостоящая выделка меха. Очень аккуратный пошив. 24 и 25 января во Дворце культуры «Юность» пройдет выставка продажа унтов фабрики «Айхау». Унты – идеальный для суровой зимы нашего региона. Удобные и надежно сберегающие тепло. Такие качества этой обуви приходятся по душе покупателям. Народное признание унтов марки «Айхау» заслужено кропотливой работой коллектива фабрики. Здесь уверены, для тех, кто думает о качестве, не бывает мелочей. Тщательный отбор материала, дорогостоящая выделка меха, аккуратный пошив делают унты крепкими и красивыми. Фабрика «Айхау» шьет унты только из камуса оленя, лося и зюбря. Именно такой камус лучше всех сохраняет тепло, благодаря своей особой структуре. Только такие унты признаются настоящими. В морозы, которые сейчас стоят на улице, в таких унтах будет очень тепло. Такая зимняя обувь не может стоить дешево. Но именно сейчас у жителей нашего города появилась уникальная возможность приобрести настоящие унты фабрики «Айхау» в розницу по оптовой цене от 15 500 рублей. Качество всей продукции подтверждено сертификатами. Выставка продажи унтов фабрики «Айхау» пройдет 24-25 ноября во Дворце культуры «Юность» с 10 до 19 часов. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова